Иванова, Домодедова, отлично, Минеральные воды, так, вижу знакомые лица, супер, Республика Коми, Сыктывкар, Александра, всех-всех приветствуем, Нижний Тагил. Продолжение следует... Ну что, тем временем на часах 21.00 по Москве, это значит, что сегодня четверг, и в цикле обучения от компаний мы сегодня затронем очень важную тему. Да, запись я поставила, если все технически сложится, то все будет. Вот, давайте я представлюсь для тех, кто, возможно, недавно присоединился к компании, меня еще не знает. Меня зовут Олеся Селезнева, я являюсь сапфировым мастером в компании, и сама я живу в городе Оренбург, родине пуховых платков. Всегда очень люблю проводить обучение на компанию, потому что это всегда ответственно, всегда готовишься, всегда еще сам обучаешься в процессе подготовки. Но сегодняшняя тема, она одна из моих самых любимых. Мы будем с вами говорить о том, как правильно провести переговоры, а именно с чего мы начинаем и чем заканчиваем. То есть самый, так скажем, основной навык, который мы получаем, приходя в сетевой бизнес, это, конечно же, общение. То есть если мы не боимся общаться, если мы готовы слышать человека, если мы знаем, что нам говорить, что мы можем предложить, зная вот этот алгоритм, друзья, становится все очень-очень просто. Вот скажите мне честно, оцените по десятибальной шкале, насколько вам важны переговоры. Например, если для вас это очень важно, если вы понимаете, что это действительно сильный навык, если ему обучиться, то будет все получаться, можете поставить там десятку. Но и с другой стороны, прям тут же в сообщении поставьте, пожалуйста, циферку, тоже от одного десяти, боитесь ли вы переговоров. Десять, если вы прям, знаете, уверенно с самого начала, прям пошли на первые переговоры и ничего не боялись там, ни что про вас подумают, ни что вам скажут, и вообще как это все будет проходить. Или же наоборот, вы понимаете, что это нужно делать, да, но вас все время что-то останавливает, вы откладываете все почему-то на потом, и так проходит неделя, вторая, месяц, и ничего не сдвигается. Вот многие, смотрю, отмечают о важности данной темы, да, десятки, но когда у нас дело доходит до практики, это пятерки, семерки, то есть сомнения и внутренние страхи есть. Я вас, друзья, очень сильно понимаю, потому что когда я столкнулась с сетевым бизнесом, и когда я начала проводить встречи с незнакомыми людьми, более того, я работала, ну, скажем так, холодными контактами, потому что мой теплый список, он либо был испорчен, либо все уже все знали. И, знаете, бывало такое, что вот соберешься, все возьмешь там с собой инструменты, все вышел с настроем, и видишь там, ну, я была мамой в декрете, и, как правило, там гуляла с ребенком, и думала, о, сейчас там во дворе кому-нибудь что-нибудь расскажу. И вдруг, значит, выходишь на площадку и видишь, что никого нет. И, знаете, такое чувство, ну, слава богу, я нашла себе отговорку. Никого же нет, значит, ничего никому не придется говорить. Знакомая ситуация. Поставьте плюсики, если вы прям почувствовали, что да, это знакомо. Зульфия, за звуком все есть. Если у вас есть какие-то технические проблемы, можно перезайти. Вот. Да, вот. Огромное количество плюсов. Значит, мы друг друга с вами понимаем, значит, мы с вами на одной волне, и сегодня я обещаю, что вы просто вот от и до разберетесь в этой, с одной стороны, интересной, с другой стороны, непростой для многих, но, в принципе, не сложной темой. И уже с завтрашнего дня, если вы примените полученные знания на практике, это у вас начнет получаться. Конечно, любые переговоры – это дело практики. То есть не бывает так, да, что вы сегодня прослушали вебинар, завтра провели встречу и к вам стопроцентно подписались. Конечно же, нет. То есть в процессе проведения встреч вы будете больше понимать людей, вы больше научитесь их слышать, вы будете понимать психологию, да, вы будете делить людей на категории, кому что сказать, но, тем не менее, вот этот вот алгоритм действий, какие-то скрипты, обещаю, вы сегодня получите. Ну что, начинаем. Вам интересно? Поставьте, пожалуйста, давайте семерки поставим, кто прям воодушевился. У кого сейчас вот так вот, ух, да, хотим. Все, готовы ручки, карандаши, листочки, все с нами. Ага, отлично. Вижу в нашей аудитории сегодня и мужчины. Это очень здорово, потому что бизнес – это вообще такое мужское начало, да, и очень здорово, что в последнее время в компанию все больше и больше приходит мужчин. Поэтому вам так отдельно мое приветствие. Все, все готовы. Итак, поехали. Смотрите, важно понимать, что до процесса переговоров у нас был с вами этап работы со списком. То есть мы брали список, звонили людям и приглашали их навстречу. То есть уже некий фильтр отсева людей, которые, допустим, ничего вообще не хотят слышать, или которые чуть-чуть, но в поиске, или в большом поиске, они уже отсеялись. Вы все понимаете, что проведение переговоров, оно не происходит с нуля, да. То есть вот увидели человека, и все, и начали с ним переговариваться. С этим это понимаете все, да. То есть это такой промежуточный этап между подачей первой информации, там звонка, допустим, да, приглашение на встречу, и далеко не конечный. То есть это не значит, что вы провели встречу, и все, у вас стопроцентный результат. Сегодня вы это тоже поймете. Так вот, еще что мы с вами должны понимать, что переговоры – это продолжительное деловое сотрудничество. То есть в самом корне слова «переговоры» лежит корень «переговариваться». То есть переговариваться – это значит говорить не только самой, самому, но и слышать, что говорит человек. То есть когда говорят два, там, три собеседника. Это, надеюсь, вы тоже понимаете. Если вдруг у вас возникают по ходу какие-то вопросы, вы можете их писать. Я по возможности буду отвечать. Ну и, конечно, как всегда, в конце вебинара тоже дам несколько минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Двигаемся дальше. Ну, я вам не открою секрет, да, не открою Америки, что в любом деле нужен настрой. Но я про это не могла не сказать, да. То есть я воду лить не буду, но настрой на самом деле – это очень важно. Вообще в любом деле важен настрой. Идете ли вы к врачу, там, зуб лечить, да. Вот если вы настроены, что все будет хорошо, там, все будет супер, у вас так же и лечение проходит, там, или удаление зуба. То есть внутренняя сила убеждения, она играет огромную роль, там, на экзамен вы идете или куда-то еще. Поэтому для проведения встречи вы в первую очередь должны излучать вот эту позитивную энергию, энергию какой-то новой информации. То есть к вам должно вот как магнитом, да, тянуться, и с чем эти факторы связаны? Конечно же, с доверием компании. То есть на сегодняшний день, что бы ни происходило, да, там, в мире, в компании, я четко понимаю, куда я иду. Я доверяю руководству, я вижу, что оно очень много делает для нас. И какие-то мелкие проблемы, так же, как в семье, да. Вот если, допустим, ну, приведу пример про себя, точно так же и для мужчин можно найти пример. Вот я вышла замуж, да, я полюбила человека, я ему доверяю. И даже если были трудные периоды в жизни, да, там, нехватка финансов или какое-то недопонимание, там, новый этап, когда родился ребенок, это был новый этап для меня и для супруга, да, это же не значит, что при каких-то малейших шероховатостях мы там все развод. Точно так же и в компании. Это не значит, что все, если что-то не получается, или там у кого-то какие-то там личные факторы, да, кто-то в другую сторону посмотрел, что все, компания там, капец. Вот, поэтому вот это доверие, вот эта вот железная убежденность, она, несомненно, должна у вас присутствовать. Тогда у вас и подача информации идет увереннее, и человек слышит то, что вы говорите. Когда вы сами поселяете нотку сомнений в голосе, будь то продукт, там, я не знаю, маркетинг, компания, еще что-то, это считывается ежеминутно, и доверие подрывается, у человека будет больше возражений и сомнений. Вот, конечно, вы должны доверять тому человеку, который вам будет проводить встречу, если эта встреча проходит вместе с наставником, да. И самое главное, нужно принять тот факт, что переговоры – это только лишь начало вашей профессиональной деятельности, и, возможно, вам придется провести не одно и две встречи, потому что человеку нужно будет подумать, он должен будет взвесить за и против. Потом вы должны четко понимать, что скорость принятия решений у всех людей абсолютно разная. Кто-то принимает решение быстро, вот, знаете, как спичка зажегся, да, все, хочу, и при этом он может потом ничего не делать. И такие случаи бывают. Либо человек может очень долго разбираться, докапываться до истины, вас всевозможными там каверзными вопросами пытать, и вы думаете, ну, Господи, ну, что ему еще нужно, уже бы оформилось или оформился, и начал бы действовать. Но нет, человек разбирается, и вот разобравшись, он начинает просто так вот, скажем, молотить, да. Вот реально так было со мной. Я очень долго, во-первых, поначалу у меня были сомнения. Полгода я вообще не принимала ничего про Армель, представляете, это вот реально было со мной. Целый месяц я уже была, когда я приняла решение, что да, мне это интересно, целый месяц я разбиралась. Я помню, что я задавала очень много вопросов Артему Тимофееву, и у него уже было такое чувство, ну, ты вообще собираешься оформляться? То есть даже вот под сомнение, да, я попадала. Но когда я разбралась, я просто начала сразу действовать, и мне это дало очень быстрый результат, да, быстрый скачок и в финансах, и автопрограмма за два месяца, лидерский статус и так далее. То есть мои цели, они очень быстро начали осуществляться. Поэтому принимайте вот это просто правило игры, что это только начало. Это хорошо, что вы начали делать, но это еще не финал, да. Конечно, к переговорам нужно подготовиться. К подготовке важно, что приготовить ваши рабочие инструменты, чтобы у вас была папка, которую вы можете показать, у вас были блотеры, если вам придется нанести аромат. Всегда я беру навстречу кофе, всегда беру несколько разных ароматов, чтобы показать флакон, брызнуть на руку и так далее. Очень важно продумать именно место для переговоров. Будь то это офис, если это офис, вы приходите заранее, вы готовите атмосферу, не знаю, ставите чайник, достаете кружки, чтобы угостить кофе и так далее. Тоже какие-то рабочие инструменты у вас должны быть подготовлены. Если вы проводите встречу где-то на территории, допустим, кафе, знаете, важны такие мельчайшие подробности вплоть до удобной парковки. Потому что, смотрите, если человек едет на встречу с интересом, но у него встает проблема, что ему негде припарковать автомобиль, у него уже такой негативный осадок. Он начинает нервничать и, может быть, придет не в том настрое, он будет думать, не столкнут ли мою машину, потому что я ее за сугроб поставила или так далее, или что машина, например, далеко стоит. И он будет думать не об этом. Либо начнет его это раздражать, что вот какого черта я поехала, сидела бы дома и так далее. Всем привет-привет, кто присоединяется. Вот, то есть, смотрите, такие мельчайшие моменты, да, казалось бы, ну, тонкости, не всегда их можно продумать, но они играют очень, ну, такую весомую роль. И для подготовки встречи важно собрать информацию о собеседнике. То есть, как есть фраза, да, предупрежен, значит, вооружен. То есть, как я уже вам говорила, это же не первая встреча, не вот вы шли по улице, увидели человека и начали с ними проводить переговоры. То есть здесь вы четко должны понимать, чем человек занимается, знаком ли он с сетевым бизнесом, может быть, это предпринимателя, может быть, это, допустим, я не знаю, мама в декрете, или человек работает только в найме, больше там нигде, или это человек, который хватает вообще за все возможности. То есть, чем больше будет у вас информации, тем проще вам будет находить нужные вопросы, выявлять потребность человека, и тем самым вы найдете решение этой проблемы, и результативность будет выше. Так, что случилось, пишет Давид. Все хорошо, ничего не случилось. У нас вебинар обучающий, мы учимся правильно переводить переговоры, все отлично. А, не слышно. Давайте по десятибалльной шкале поставим звук. Всем меня слышно? Да, у нас все отлично, всем слышно, поэтому продолжаем, чтобы не сбилась запись. Если что-то со звуком, рекомендую просто перезайти. Так, с подготовкой понятно, да? Еще один момент, что важно понимать, что мы предлагаем человеку, то есть вот с какой мы стороны заходим. Ну, как правило, на переговорах мы все-таки предлагаем бизнес-идею. Если вдруг это человеку неинтересно, то мы уже предлагаем продукт, пользование продуктом. И вы четко должны понимать, кому что предложить. То есть, смотрите, не может быть одного шаблона абсолютно для всех людей. Согласитесь, что глупо будет выглядеть одно и то же предложение для студента, который рассматривает там быстрые деньги, дополнительный доход на жизнь вот сегодня, здесь и сейчас. Или, допустим, перед вами сидит серьезный предприниматель. Ну, понимаете, да? То есть не может быть даже сумма дохода, она, который будет мотивировать, он будет разным. У людей будут разные приоритеты. Опять же, у бизнесмена это одни приоритеты, да? Как, допустим, увеличить прибыль, куда вложить деньги и так далее. Или это, опять же, мамочка в декрете, у которой сейчас приоритет воспитания ребенка. И с ними нельзя на одной волне говорить. Поэтому, что я рекомендую, я так делаю сама, для каждой категории людей у меня свое предложение. То есть, по сути, оно одно, но оно, так скажем, под разным соусом. И сегодня от меня вы получите прям разбор каждой категории, вот чем эта категория отличается, что ее может мотивировать. И, конечно же, получите основной, ну, скрипт, предложение, которое мы даем людям. Итак, очень важно для начала встречи вообще прощупать человека. Почему он пришел? Почему он принял ваше приглашение? И здесь важно быть не мямлей, а быть конкретным человеком. То есть, сразу четко обозначаем в цель. Слушай, привет, что пришла, можно там спросить, как добралась, там будешь, будете чай, кофе и так далее. Лучше, конечно, кофе, кофе-гоу наливать при встрече, общение за чашкой кофе, оно сближает, да, аромат наш. То есть, смотрите, я говорю, давай сразу обозначим цель нашей встречи. Смотри, дело в том, что я начала очень интересный перспективный бизнес, и сейчас я в процессе отбора партнеров. Если тебе интересны новые возможности, доход в пределах, вот здесь цифру вы определяете сами в зависимости от той категории, да, про которую я вам сейчас проговорила слайдом выше, потому что, если перед вами сидит зрелый мужчина, предприниматель, его не будет мотивировать цифры 10-20 тысяч рублей, он просто посмеется над вашим предложением и уйдет со встречи. Либо, если наоборот, перед вами будет сидеть человек, который работает в найме, и который вообще никогда не был в сетевом, и вы ему сейчас расскажете про 100, про 200, про 300 тысяч, доходом в ближайший год, его эта цифра может просто напугать. Поэтому здесь вот вы корректируете эту цифру сами в зависимости от того, кто перед вами находится. И я говорю, то тогда я готова подробнее рассказать. Если это не так, то мы просто попьем кофе. Скажите, вы открыты к информации? То есть смотрите, мы нашу встречу изначально начинаем с вопроса, потому что если вдруг человек вас неправильно воспринял по телефону, если он не готов слышать информацию, нет смысла тратить время на проведение переговоров, на рассказывание всем все подряд. Очень часто, кстати, ошибка, что мы начинаем бизнес, мы ждем прям, ну, когда же, когда же к нам придут, и когда человек приходит, такое чувство, что мы вот подсознательно говорим, ну все, дружок, попался, пришел, сейчас я тебе расскажу все, что знаю. И чуть ли не маркетинг-план в цифрах и в квалификациях мы начинаем рассказывать. У кого были такие ситуации, можете в чате поставить восклицательные знаки, и если это ошибка была, это нормально. Самое главное, принятие этой ошибки, вовремя скорректировать свои действия и изменить ракурс. Да, вот видите, восклицательные знаки есть. Спасибо Анастасии, Эльмир и Нина за честность. Признание ошибки это уже путь к большому лидерству. Это на самом деле так. Так вот, будьте готовы задавать вопросы и слушать ответы. Это самый простой способ раскрыть человека, вывести его на разговор, понять его боль и предложить ему то, что это может решить. Вот это самый правильный путь к партнерству в нашей компании. Теперь, почему очень важно слышать, а не много говорить, потому что из всей информации по статистике, из всего того, что вы говорите, человек запомнит 10%. И, соответственно, если вы очень много говорите, человек все равно запомнит 10%. Лучше пусть вы будете отвечать конкретно на его вопросы, конкретно на его посылы, запросы, тогда информация останется, уляжется лучше. Вот даже из того, что сейчас я вам говорю на вебинаре, у вас отложится всего 10%. Иногда так бывает, что потом либо в записи слушаешь, либо повторно попадаешь на ту же тему, или даже на эту же тему, но к другому спикеру, и ты думаешь, о, так вот оно оказывается, что. Человек говорит, так я же так говорила, у меня даже такой слайд был, а человек просто это не услышал. Вы сейчас слышите тот уровень, который вот интересен вам. Если у вас страхи, например, что сказать, вы сейчас услышите, как начать встречу. Если у вас проблемы, вот вы с встречой начинаете, все рассказываете, а не можете завершить сделку, вы, как правило, сконцентрируетесь на том, что вот вас на сегодняшний день интересует, а другая информация, она просто будет фильтроваться. Вот. Держите паузу, давайте человеку подумать, взвесить, не будьте, как вот из пулемета все-все-все рассказал и такой все, выдох, я все рассказал, а человек сидит такой потерянный и думает вообще, зачем я сюда пришел, я бы сейчас лучше там, не знаю, в офисе поработал или, не знаю, в магазин сходил и так далее. То есть, это понятно, поставьте плюсики, если вы уловили мою мысль, увидели свои ошибки, вот, пока вы пишете еще раз вывод, да, то есть мы с вами четко должны понять, что нужно кандидату, в чем его потребность, может быть, его мотивируют деньги, а может быть, у него деньги есть, представляете, может быть, он приехал на Мерседесе, вот почему важно собирать информацию в человеке, может он приехал к вам на Мерседесе, а вы при встрече говорите, ты знаешь, у нас вот на сапфирму Мастер можно Мерседес взять, а Мерседес его не мотивирует, ему бы вот выдохнуть вообще от всех дел и поехать там раз в год отдохнуть, понимаете, для него будет другая мотивация, то есть найти больше свободного времени, да, чтобы зарабатывать, допустим, не меньше, чем он сейчас, но иметь возможность, или хотя бы, может быть, даже у него есть деньги, но он не может спокойно уехать в отпуск, потому что сразу бизнес без этого человека встанет, да, и так далее, то есть понимаете, вот я вижу плюсики, понимаете, о чем я говорю, здорово, двигаемся дальше. цель вообще нашего предложения, да, на переговорах, это, конечно же, познакомить с компанией, с продуктом и рассказать о возможностях, то есть всегда на встрече вы можете начинать с бизнес-предложения, и если вы видите, что человеку это неинтересно, но он попробовал кофе, в разговоре вы можете спросить, пользуется ли он ароматами, да, и так далее, и вы всегда можете предложить продукт, чтобы человек стал вашим клиентом или клиентом компании, да, что тоже в любом случае выгодно для вас. Вот. Как я уже говорила, что переговоры – это только лишь начало вашего карьерного роста, и не нужно думать, что все, одну встречу провели, если человек сказал «не надо подумать», то все, лёлик, все пропало, ничего не пропало. Более того, я вам скажу, чем больше я нахожусь в сетевом бизнесе, тем больше я понимаю, что любая встреча, проведенная, это результативная встреча, потому что бывает, что человек просыпается через месяц, два, через полгода, через год, но в любом случае, представляете, какая классная штука, вы провели встречу, а она всё равно окажется результативной. Какая вам разница, когда, сегодня, через неделю, месяц, два, через год. Если вы, конечно, не провели одну встречу и год ждёте, это, конечно, глупо, но если у вас идёт поток встреч, и в этом потоке кто-то быстрее принимает решение, кто-то медленнее, у вас вот как раз-таки запускается вот эта воронка, которая приведёт вас к быстрому результату. Итак, ещё раз проговариваю, что ваше предложение, оно должно быть чёткое, конкретное, убедительное, без всякой лишней воды. Если вы встречаетесь с человеком и вы понимаете, что он вам тоже что-то хочет рассказать, такое очень часто бывает, не перебивайте, дайте высказаться, чтобы человек тоже чувствовал себя на встрече комфортно. Вот, Шамиль, спасибо, что вы пишете в чате, вы новичок, и вы пришли через полгода, то есть полгода был срок, да, когда вы принимали решение, и это в подтверждении моих слов это нормально. Вот. Самое главное в ваших словах должен быть ответ. В чём выгода? Почему именно Армель? Почему именно с вами? И будут ли мне помогать? Вот эти три основные вопроса, которые подсознательно человек задаёт. Если ваша речь будет выстроена так, что вы ответите человеку, в чём выгода предложения, почему именно с вами? Вот здесь очень важно не скрывать, если вы новичок, вы так и говорите, слушай, я новичок, но я для себя сейчас увидел такие перспективы, и я точно знаю, что через полгода я выйду вот на такой доход. Вопрос с кем? Я бы очень хотела, например, хотела видеть тебя в своей команде, я вижу твой потенциал, ты умеешь классно коммуницировать с людьми и так далее. То есть когда у вас есть чёткое обоснование, почему именно с вами, почему, куда вы зовёте, то человек адекватно реагирует, нежели, если говорят, знаете, там о больших миллионах, и сам при этом человек приходит и выглядит не на миллион, что он миллион не зарабатывает, пусть там даже за год, человек это считает, он проследит обман в ваших словах, и я всегда по себе сужу, я бы никогда не пошла за таким человеком, если я сразу поняла с первой встречи, что мне там что-то недоговаривают. Поэтому будьте максимально открыты к людям. И с чего же можно начать? То есть человек да, говорит, я открыт. Следующая фраза, которую вы можете тоже воспользоваться, смотри, итак, моё предложение к тебе следующее. Я сейчас работаю над тем, чтобы сделать популярным в нашем регионе один очень хороший бренд, и мне нужен партнёр для этой задачи. Если этим партнёром будете вы, то ваш стабильный доход может быть уже там 100 тысяч в этом году. Сейчас вам, наверное, станет интересно, или лучше задать вопрос, интересно? Человек, например, говорит да, тогда, скорее всего, у вас возникнет вопрос, с чем же будут связаны затраты. И вот здесь вы дальше можете пояснить, что смотри, по сути у тебя нет рисков, у тебя нет финансовых вложений. То есть речь не идёт о сотнях и даже тысяч десятках рублей, но нужны будут временные вложения. Ты готов работать для такого дохода? Скажи, сколько ты, допустим, можешь потратить времени, зная, что через какой-то промежуток ты начнёшь зарабатывать вот такую-то, такую-то сумму? Скорее всего, сейчас происходит наоборот. Ты своё время меняешь за какую-то очень маленькую сумму. То есть можно даже высчитать, сколько стоит день его работы по найму. Но если человек перед вами сидит, и вы знаете, что он работает в найме. На следующих слайдах мы поговорим более подробно про каждую категорию, я вам обещала. Так вот, смотрите. Бизнес-идея в том, что ты можешь создать свой пассивный доход в партнёрстве с надёжной компанией, без вложений, опыта, без лишних рисков и так далее. Идея работает, если вы действительно, если вы выбираете действительно надёжную и перспективную компанию. Согласны? То есть я всегда вот задаю вопрос. И Армель вот дальше как раз-таки звучит ответ на вопрос, в чём выгода? В чём выгода? Выгода в следующей фразе. Армель – это компания, которая надёжна и перспективна. В ней есть востребованный продукт самых популярных сегментов. Продукт имеет идеальный баланс соотношения цены и качества, и именно поэтому набираем обороты, то есть масштабируйте свой бизнес. Плюс современный маркетинг-план. Самое главное, что я понимаю, как правильно выстроить работу и готова вместе с тобой работать на эту цель. Круто? Как вам такое бизнес-предложение? Ну, у меня на слайде, в принципе, то же самое, немножечко другими словами. То есть суть такая, что вы делаете бизнес в партнёрстве с крупной компанией. Моя задача – сделать популярной компанию в нашем регионе. Для этого мне нужны партнёры. Соответственно, если ты рассмотришь моё предложение, то твой стабильный доход будет таким-то, таким-то уже в ближайшие два-три месяца, полгода и так далее. С этим всё понятно, друзья? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если всё понятно, и мы тогда будем переходить уже к категориям, кому как, каких людей, что может замотивировать и как им лучше тоже сделать предложение. Понимаю, что кто-то из вас там делал фото, записывал за мной фразы. Всё, отлично, много плюсиков, супер, здорово, значит, я всё доходчиво, чётко до вас донесла. Итак, вот оно как раз-таки предложение разным категориям. Категорий будет много, поэтому приготовьтесь, будет сейчас очень интересно. Итак, поколение молодёжи до 30 лет, поколение Z, так его назовём. То есть вы должны понимать, что это люди адаптированные уже к новому времени, к гаджетам, интернетам и так далее. Они очень активны, активны в соцсетях, любят там всякие инстаграмы, тиктоки и так далее. Эти люди, они, в принципе, очень исполнительны, и здесь можно ставить чёткие задачи на определённый момент времени. И вы чётко будете понимать, что да, эти люди это сделают. То есть элементарно там скачают мобильное приложение, установят CRM-систему, переведут там контакты и так далее. То есть это не составит труда с этими людьми. Важно людей мотивировать, хвалить. Про чёткие сроки я вам уже сказала. То есть чётко расписали цель, прописали по цели и начали действовать. Причём вы чётко должны понимать, эти люди уверенно принимают решения, если им что-то не нравится, они просто уходят. Это надо тоже принимать, что не всем всё идеально понравится в армейт. То есть у всех есть свой выбор, кто-то присматривается, пробует что-то другое, и это тоже нормально. То есть такой вот отсев, пришёл, ушёл, он был, есть и будет всегда, и к этому нужно тоже адекватно относиться. Какая выгода может быть для человека? Смотри, ты самостоятельно начнёшь зарабатывать, у тебя всегда будут карманные деньги, ты будешь себя чувствовать уверенно, комфортно в любой ситуации. Ты сможешь позволить себе путешествие и так далее. То есть выгоды, они очевидны. То есть тебе нужны деньги, они тебе для этого будут. Почему? Со мной отвечаем и начинаем действовать. То есть это вот такая первая распространённая категория до 30 лет. Следующая категория, которая тоже наиболее часто встречается в нашем бизнесе, и, кстати, в последнее время вот я слежу за людьми, которые быстро закрывают лидерские квалификации, выходят на хороший уровень доходов, открывают склады. И как ни парадоксально звучит, но это мамочки в декрете. Причём вот Казахстан, конечно, бьёт у нас все рекорды. Как правило, это мамы, у которых 3 даже там, 4, даже 5 детей. Представляете, эти люди быстро закрывают большие квалификации. Кстати, если у нас есть мамы, у которых есть детки, можете тоже написать. Да, вот Екатерина пишет, я мама двоих детей. Замечательный, Екатерин. У меня тоже двое детей. Это замечательно, потому что детки – это для нас такая вот мотивация. И вот как раз-таки мамы в декрете, у них есть чёткая мотивация. Либо мама не хочет дальше выходить в найм, либо она понимает, что она уже всё растворена в детях, но хочется развития. Вот Елена пишет, у меня трое, потрясающе. Здорово. Поэтому, смотрите, изначально у любой мамы, у неё какая цель? Это воспитание ребёнка. Денис, я папа двух красавиц. Потрясающе. Спасибо, что у нас в чате пишут мужчины. Класс. Вот, Валентин, у меня пять деток. Просто вообще можно вам аплодировать. А, Валентина, вы новичок или вы в компании уже давно можете написать свою квалификацию? Мы ещё раз проведём параллель. Так вот, смотрите, здесь важно не говорить слово «бизнес», потому что у человека другие приоритеты. «Скажи маме пятерых детей, у которых накормить, постирать, отвезти одного в школу, другого в студию, третьего спать, уложить и так далее. Скажите там, я предлагаю тебе бизнес». Она скажет, «Да Господи, куда мне ещё бизнес?» То есть, смотрите, здесь мы ищем какую-то болевую точку, например, это позволит, эта возможность позволит тебе заработать на няне. Ты сможешь оставлять детей на некоторое время и посвящать время себе, своим интересам, той же работе. Ты можешь там, не знаю, сходить в салон красоты, можешь там путешествовать, устраивать праздники детям, в конце концов, покупать хорошие игрушки, водить в хороший развивающий центр и так далее. Вот, то есть, понимаете, да, вот Зуфия пишет, «Бабушка двух внуков, здорово!» Катя написала, «Пришла, будучи в декрете, набрала на бесплатную доставку и понеслась». Класс! То есть, вы увидели результат. Смотрите, о чём я и говорю. Для мамы в декрете важно увидеть, что вот деньги здесь, сегодня, сейчас. Она может показать папку и уже завтра у неё зазвенит в кармане. То есть, рисков нет. Бизнес лёгкий, простой, эмоциональный, доходный. Здесь важно тоже хвалить и делать признание, потому что признание – это то, чего женщина в декрете вообще не получает. Как правило, её не хвалит никто, потому что она нигде не работает. За день она устаёт. Приходит вечером муж домой и ещё и не замечает, что там, в принципе, она сегодня убиралась, готовила и так далее. То есть, признание здесь очень важно. Прямо вот за каждый буквально шажок. Меня вот, кстати, когда я из второго декрета выходила, как раз-таки рассмотрела, да, вот сетевую индустрию, меня, наверное, больше всего привлекло вот это признание, когда я приходила просто там, вся окрылённая, с какой-нибудь брошкой, да, муж смеялся, а я прям себя так круто ощущала, потому что, блин, немножко сделала, а мне тут столько лавр. Это вот, ну, на самом деле так. Это я говорю сейчас для девушек, да, которые у нас в чате, что, ну, это реально работает. Вот, мужчинам, опять же, повторюсь, конечно, это смешно, но, тем не менее, вот эта женская психология, и от неё никуда не деться. Есть даже компании, которые очень грамотно выстраивают маркетинг именно вот в работе с женщинами. Вот. Здесь важно относиться к этим людям с пониманием, потому что дети часто болеют, то есть вы можете прописать определённую цель, а что-то пошло не так, не с кем оставить детей, заболел ребёнок, не дай бог. И человек уйдёт, да, на время с дистанции, с выбранного темпа, и здесь ни в коем случае нельзя осуждать, потому что приоритет всё-таки дети. Это нужно тоже понимать. И таким людям легче всего, конечно, заходить через продукт, показать лёгкость, доступность, простоту, и всё будет просто в шоколаде. Вот. Я думаю, с этим всё понятно. Поехали дальше, потому что есть ещё много, что вам рассказать, показать. Дальше. Те, кто в нами, да, тоже очень распространённая категория, часто встречается, и здесь ни в коем случае людям нельзя говорить плохо о нами, что там ты ничего не понимаешь, да нафига тебе это нужно, да твой начальник там такой-то сякой, с рогами и так далее. Ни в коем случае. То есть если человек выбрал найм, значит, он выбрал по каким-то причинам. И нельзя показать, что вы умнее, а он вот такой вот. То есть кроме того, что вы его опустили на встрече, да, ниже плинтус, он ничего не будет чувствовать, он уже не будет ваше предложение воспринимать. Поэтому здесь такой путь, да, к... Когда вы ищете подход к такому человеку, задавайте больше вопросов. Там, допустим, а почему тебя не повышают? А разрешают ли тебе, допустим, выбирать отпуск? Можешь ли ты спланировать, чтобы там твой отпуск совпал с женой или с отпуском супруга и так далее, да? А говорить также можно о признании в виде денег, не просто там грамоты какой-то, да, о карьерном росте, что на работе есть ли у тебя потолок, да? То есть приводить параллель сравнения. Вот. И для этой категории как бы очень важен именно вот такой наставник в виде начальника. Эти люди, как правило, которые работают в нами, почему они не рассматривают бизнес? Потому что они может быть хорошие исполнители, они не привыкли брать ответственность за принятие каких-то решений. Конечно, этому можно со временем научиться, чем сетевой бизнес и привлекателен, что мы можем этому научиться, но для этого нужно время. То есть человек должен перестроиться. Если сегодня имеет место быть, что человек работает нами, значит, пока у него мышление немножечко, ну, работает в другом русле. И, соответственно, вы как раз-таки на примере, допустим, на своем примере, на примере третьих лиц, как человек работал в нами, там, дослужился на определенной лестнице в карьере. Ему это стало мало, тут он рассмотрел возможности, вот там через какое-то время. Но на самом деле только правдоподобные истории, конечно, рассказывайте, не сочиняйте, не обманывайте, про это я уже говорила. И говорить о том, что у тебя есть опыт, у тебя есть навыки. Например, часто люди, работающие в найме, делают какие-то звонки. Шикарный навык для нашего бизнеса. Даже больше скажу, сейчас люди, которые работают в найме, они, как правило, все продажники. Вот прям не буду далеко ходить, недавно мне звонит девушка, мне часто звонят с банков, либо предлагают там кредиты, либо предлагают как индивидуальному предпринимателю открыть расчетный счет. Я уже, мне кажется, по 10 раз одним и тем же банком сказала, у меня есть расчетный счет, он меня устраивает, я сейчас ничего не хочу менять. Вот. И вот представляете, звонят с очередного банка, и девушка мне прям так честно и открыто сказала, что Олеся там, здравствуйте, я вам звоню с такого-то банка, я хочу, вы только вслушайтесь фразу, я хочу побороться за вас, как за клиента. Представляете, тоже сбилась мысль, даже, смотрите, девушка, которая сидит, работает менеджером в банке, мы же привыкли, что это, ой, я же работаю в банке, мне там сетевой продажи, это не мое. Так она продает услугу, она продает свой банк, она делает все, чтобы привлечь клиента, то есть представляете, это какой навык. Поэтому продают сейчас абсолютно все и все, просто некоторые люди это не понимают, она думает, что она работает в банке, и ей платят зарплату, то, что она приходит на работу, ничего подобного. И какие здесь выгоды для человека? Это, конечно же, отсутствие риска, что даже, ну, то есть ты попробуй, ты ничем не рискуешь, может, конечно, не получится, то есть я тебе не даю гарантию, а вдруг, если получится, а получится однозначно, потому что есть система работы, есть классный продукт, есть проверенная компания и так далее, делайте промоушн-компанию. То есть я думаю, что с этим тоже все понятно. Понятно? В чате немножечко такое затишье, давайте поставьте плюсики. Да, побороться за вас, прям мне так и сказали, я еще думала, какая фраза. Так, отлично, плюсики, все, двигаемся дальше. Часто приходят на встречи, кто педагоги, врачи, военные, то есть это тоже очень распространенная категория людей. Здесь вы четко должны понимать, что эти люди выбирают профессию, как правило, не из-за денег, а по призванию, да, особенно вот врачи, учителя, ну, новое поколение учителей, там, и врачи, они больше, конечно, идут учиться туда, куда позволяет возможность, но вот если взять поколение, там, кому сейчас 50-60 лет, и если этот человек работает, там, в сфере педагогики, врачи, то есть это, как правило, преданные люди, и их даже могут не деньги мотивировать, да, вот, поэтому, смотрите, эти люди, они не связаны с продажами, у них есть такая гиперответственность за жизнь, за здоровье, за безопасность, то есть такие вот, знаете, глобальные цели, и они понимают, что они нужны государству, что они делают великие дела, и что даже они готовы бесплатно работать, есть, да, такой момент, и поэтому здесь нужно говорить о признании и о полезности именно в этой сфере, то есть ты сможешь помочь человеку, да, из своего окружения, там, начать, наконец-то, зарабатывать, позволить там путешествовать, заработать там на лечении, и так далее, и тому подобное, то есть выгода, это признание, никакие там деньги с прямых продаж, как правило, таких людей не замотивируют, потому что у них, ну, время достаточно занято, но вы должны тоже четко помнить, что эти люди очень хорошие исполнители, то есть даже по статистике, люди, которые достигают результатов в сетевом бизнесе, это военные и педагоги, потому что они очень хорошие исполнители, педагоги, они всегда все учат, грамотно докладывают, да, а военные тоже, кстати, всегда муштруют, там, честь всегда готов, и пошел, да, построили задачу далее, и люди пошли делать, согласны? Не заскучали еще? Двигаемся дальше. Нет, отлично, Татьяна, очень рада. Следующая такая распространенная тоже категория, ну, больше подходит современной молодежи сейчас и так далее, это блогеры, фрилансеры и так далее, то есть это люди, которые сами, вот в отличие от людей, которые работают в нами, которые привыкли приходить от звонка до звонка, эти люди сами себе начальники, сами формируют свой график, четко понимают, что их доход зависит от их, ну, профессиональной деятельности, да, то есть поработал, полопал, да, так говорят. Вот у меня даже написано, они знают четко, поработал, заработал, понимают, что нужно вкладывать в себя, в знания, а с такими людьми легко, да, выстраивать именно партнерские отношения, здесь важно подкинуть идею, и идею именно промасштабировать, потому что, как правило, люди, которые начинают что-то продвигать, они, как правило, здесь растят себе конкурентов, и здесь должны четко расставить приоритеты, что знакомя людей, да, с нашей бизнес-идеей, бизнес-возможности, ты не просто конкурентов выстраиваешь, а ты масштабируешь свой бизнес, то здесь нужно говорить вот о глобальном, о большом, называть большие цифры, говорить, почему, ну, почему это престижно, почему это выгодно и так далее, и по сути, это люди-предприниматели, да, а предприниматели, это люди, которые достаточно адекватно принимают предложения, они видят свои выгоды, и скорость реакции у таких людей быстрая, в общем, я категорию предпринимателей, и вот, ну, такую категорию людей очень люблю, не всегда с ними просто, но если эти люди приходят, они, как правило, не сдаются после первой неудачи, вот, тоже очень распространенная индустрия, это бьюти-индустрия, тоже обожаю ее, во-первых, потому что мы, ну, связаны, да, с этими людьми, ходим, и мужчины, и женщины там, подстригаемся, красим волосы, делаем маникюр, педикюр и так далее, сейчас это делают даже мужчины, то есть мы имеем возможность пообщаться с людьми, даже по холодному кругу, потом, смотри, это люди, которые делают руками, но понимают, что деньги-то делаются головой, почему некоторые, да, хотят открыть свою студию, а потом из этой студии сделать сеть студий и так далее, то есть понимание есть, и здесь, опять же, вам важно грамотно, дорого продать бизнес-идею, нет вложений, рассказываемся, делимся идеей, получаем себе еще таких же партнеров, да, то есть, скажем так, сеть парфюмерных бутиков по разным городам и странам, да, то есть можно даже такие фразы использовать, здесь смотрите, есть два момента, если вы говорите с хозяином какого-то салона, да, то это предприниматель, здесь важно продать бизнес-идею и рассказать, что вы можете обучить ее сотрудников, и без рисков дополнительные деньги будут притекать ваш бизнес, да, если вам не удается выйти на хозяйку салона или хозяина, то можно поговорить именно с мастером непосредственно, и вот здесь уже сделать акцент на деньгах, то есть смотри, ты стоишь, подстригаешь, да, в среднем сколько у тебя стрижка там длится, ну, от полчаса до часу, да, если это салон, наверняка, смотри, ну, стрижка у тебя там, к примеру, там в салоне стоит тысячу рублей, я в среднем беру, у кого-то больше, у кого-то меньше, ты же не полностью эту тысячу заработаешь, то есть тебе заплатят, ну, процентов 20-30 максимум, то есть по сути 200-300 рублей за час работы, смотри, в этот момент ты можешь, все равно же о чем ты с клиентом говоришь, да, то есть в хороших салонах сотрудники даже проходят тренинги о том, как разговаривать с клиентом, о чем с ним поговорить и так далее, и здесь поводом может быть обсуждение там, чем он пользуется, парфюмерии и так далее, и параллельно предложить, и смотри, плюсом к этим 200-300 рублям, ты можешь получить от 500 до 700 рублей сразу же, интересно, конечно, людей замотивирует эта цифра, смотрите, в два раза больше, причем мы сейчас с вами разобрали салон, где, в принципе, ценник большой, проценты больше, а если мы говорим о какой-нибудь простой парикмахерской, медиум-классе, да, где стрижка стоит, например, 300 рублей, конечно, человек 300 не зарабатывает, если от силы там, сколько, от 300 рублей, 15, допустим, процентов, это вообще там меньше 100 рублей, представляете, и вы тут говорите о возможности заработать, плюсом 500 рублей, интересно будет? Ну, интересно, мне бы было интересно, однозначно. Напишите, согласны, что это, ну, крутая возможность? Да, вот Шамиль пишет, 50 на 50, согласна, что всегда 50 на 50, мы не знаем, будет интересно человеку или нет, но вероятность большая, что человеку это станет интересным. Да, но сложно предложить, а что именно сложно предложить? Вам сложно предложить, или человеку сложно предложить товар? Вот здесь нужно конкретно понимать, в чем сложность. Давайте пока будем двигаться дальше. Вот, если будет вопрос, я не потеряю его в чате, я обязательно отвечу, либо там в конце, да. Следующая категория, это продажники. Кстати, у нас остается прям совсем, совсем очень мало времени. Смотрите, есть такая группа людей, как продажники, то есть таких немного, но на самом деле есть люди, которые и в одной компании, в другой, в третьей, в пятой, они именно продают продукт. Это тоже нормально, и продажники вам тоже нужны. Так, вот Татьяна написала, мне сложно своему мастеру предложить бизнес. Татьяна, смотрите, сложность в вашей голове. Вы просто, значит, у вас какие-то сомнения, там, ой, а что она обо мне подумает, или, то есть смотрите, мы сегодня буквально по косточкам разложили предложение, слова, да, как это можно сделать. Отдельно я проговорила, что можно сказать бьюти-мастеру. А вам просто нужно принять решение, что вы это сделаете. На самом деле это вообще не сложно. Просто, если вы спокойно будете относиться, либо она скажет да, либо нет, и всё. Думайте такой категории, если не я, то кто-то может это предложить, и я упущу свою возможность. В чём сложность, если у вас есть алгоритм фразы, вы уверены в этом бизнесе, уверены в продукте, в чём сложность, да, я сложности не вижу. Как убедить в хорошем качестве духов, особенно тех, кто пользуется дорогими духами. Ирин, что такое дорогие духи? Скорее всего, вы имеете смысл, что ценник, да, например, они покупают её там за 7 тысяч, а у нас аромат 1300, и им кажется, что это дёшево, да. Здесь, конечно, уже идёт тема работы с возражениями, это немножечко, Ирина, не наша тема сегодняшнего вебинара, да, но есть записи данных школ, я вам отвечу коротко. Знаете, как я убеждаю вот такой лайфхак от Олеси Селезнёвой, Селезнёвой, если вы начнёте говорить, да наши духи крутые, они вот столько-то держатся, начнёте как-то там, я не знаю, поджигать ароматы, то есть бывает и такое, то человек будет чувствовать, что вы ему что-то хотите навязать, и это будет отталкивать. Самое классное убедиться в качестве духов, это нанести на блотер, я люблю использовать визитку, я говорю, смотрите, я ничего не буду говорить, вот я тебе нанесла на визитку, давай договоримся так, если завтра эта визитка перестанет пахнуть, я тебе обещаю, ты её просто выкидываешь, и ты никогда обо мне больше не услышишь, не услышишь о духах, ты меня убедишь, что духи плохие, но если эта визитка будет пахнуть, Ирина, она будет пахнуть, она будет пахнуть неделю и две, и даже больше, то вот мой контактный телефон, у нас в коллекции более там 70 ароматов, я помогу тебе подобрать, я отвечу на все вопросы. Убедительно, и заметьте, я ничего не доказывала, а зачем доказывать, не нужно ничего доказывать, когда человек идёт в магазин и покупает аромат, вам хоть раз кто-нибудь доказывал, что эти духи классные, кто покупал в Литуалях, в Рыббошах, все мы когда-либо покупали там ароматы, кто-нибудь вам когда-нибудь вообще доказывал, что это вообще классные духи, да никто это даже не спрашивает, потому что выбирают эмоционально, по запаху, нравится запах, нанесли на кожу, понравилось, согласны же? Поэтому, если у вас внутренне лежит мысль, что мне нужно что-то доказать, это опять же ваш таракан, вы просто берёте сегодня тапочек, и этим тапочком по этому таракану бьёте, раз навсегда его убиваете, договорились? Вот, отлично, да, крутая идея, супер. Так вот, продажники – это те люди, которые любят продавать, они вам тоже нужны, и здесь, когда человек видит доходность, он тоже принимает ваше предложение, то есть сконцентрируйте их на продажу, проговорите цифры, и такие люди тоже любят хвальбу, признание, вот, выгода в том, что можно найти таких же людей и увеличить свои силы там в несколько раз, да, вот, и эти люди чётко понимают, что деньги там, где есть хороший продукт, и где есть продажа, вот, рассмешила вас тоже, да, ой, излюбленная категория, да, она же сетевичка, ну всё, сейчас я её подпишу, меня бизнес попрёт, и мы начинаем мериться маркетинг планами, продуктом, это очень распространённая ошибка, никогда так не делайте. Если вы понимаете, что у вас встреча предстоит с представителем сетевой компании, или этот человек когда-то занимался сетевым бизнесом, всегда начинайте с вопросов, никогда не говорите плохо о той компании, где он был, это очень некрасиво, вы просто можете узнать причину, почему именно эта компания, да, если человек был и ушёл из сетевого, вот спросите, как ты думаешь, а в чём причина, как ты думаешь, почему не получилось, когда вы набираете вот эту базу ответов, вы уже можете легко сформировать ваше предложение и любой минус сделать в плюс. Что здесь мы делаем? Конечно, выгоды нашего бизнес-предложения делаем. Почему не получилось? Человек вам скажет в своей боли, вы можете его убедить, что привести, вернее, не убедить, а привести доводы, почему у него здесь есть шанс, что может получиться. Я, знаете, тоже никогда не беру ответственность и не гарантирую, здесь у тебя прям всё получится. Я не знаю, потому что я не знаю, что ты будешь делать, как я могу дать гарантию. Я могу дать за себя гарантию, потому что я знаю, что я буду делать, например, в день по 10-15 контактов, и в результате у меня сработает статистика, и из 100 человек у меня 20 точно придут в бизнес. Понимаете, вот за это я гарантирую. Я тебе гарантирую, если ты будешь правильно делать по системе, у тебя будет получаться. Точно так же, как мы можем сказать, что если вы грамотно, даже вам сейчас говорю, если вы правильно заварите кофе Гоу по технологии, то есть правильно поставите стаканчик, у вас не рассыпется кофе, вы зальёте его кипятком, я вам гарантирую, что у вас получится вкус кофе такой же, как в кафе. Но если, извините, некоторые начинают пакетик в чашечку опускать, как пакетик с заваренным чаем, то не получится вкусный кофе, как в кафе. Точно так же и здесь. Не нужно думать, если к вам приходит сетевик, то всё, у него сейчас попрёт. Зачастую люди вас не слышат, у них своё представление, и здесь ещё, возможно, с этими людьми нужно прям вот будет поработать. То есть одной встречи вы не отделаетесь. Вот. Так. Немножко перепутался слайд про правила работы в офисе мы уже проговаривали. И в завершении, что вот я вам, в принципе, хотела... А, нет, ещё последний слайд будет. То есть, смотрите, алгоритм ваших встреч, он выстраивается на том, что вы сделали приглашение, человек пришёл на первую встречу, вы сделали такую затравочку, дальше либо пригласили на повторную встречу, либо на презентацию, дальше человек либо принял решение, если он стал партнёром, вы его включаете в систему обучения. Если нет, на статье «я подумаю», то вы дальше ведёте переговоры. Но алгоритм вашего воронка всё равно идёт через списки приглашения, первая встреча, презентация, повторная встреча. И дальше уже запуск в бизнес. То есть, вот эта вот структура, она должна чётко быть прорисована в ваших действиях. И мы с вами говорили, что сегодняшняя тема – это «Как начать?». То есть, «Как начать?» мы прямо вот очень подробно с вами проговорили. Проговорили, мне кажется, про все категории людей. Я надеюсь, мы никого не забыли. И мы с вами ещё должны понять, как же закрывать сделку, потому что у многих хромает именно этот момент. Они боятся сделать такой заключительный акцент и вроде встречу провели, а на чём непонятно распрощались. Прямо вы должны чётко задать в конце вопрос. «Итак, какие у тебя мысли по поводу вообще услышанного?» И здесь либо будут возражения, вот как даже сейчас вы мне говорили, «А как вот это?», «А как вот то?» То есть здесь вам человек тоже может задать, «А как вот мне там?» «А что вот если мне будут говорить вот это?» «А что вот если вот это?» То есть ваша задача здесь не провести обучение, а успокоить человека, что «Смотри, это уже такие моменты технические, и этому я тебя обязательно научу, потому что есть система обучения и так далее и тому подобное». Либо какие-то вот такие быстрые примеры, которые чётко дают убеждённость в простоте действий, вы приводите. Возражения отработали, и дальше вам нужно перейти к заключению сделки. Здесь вы должны чётко понимать, что хорошая новость для вас. Для вас тоже есть хорошая новость, друзья? Любые переговоры, они заканчиваются положительно. Либо вы получаете партнёра, что самое идеальное для вас, либо вы получаете клиента компании, либо вы приобретаете человека, клиента своего, который не хочет сегодня никуда оформляться, но он готов покупать у вас по стопроцентной цене. Либо вы у этого человека берёте рекомендации их знакомых, кому это может быть интересно. То есть в любом случае ваше потраченное время, оно будет для вас результативно. Если вы это будете чётко понимать и всегда помнить, страх неудачи просто уйдёт самим собой. И какой же вопрос в конце мы задаём? То есть смотрите, я правильно понимаю, вы готовы стать моим партнёром. То есть когда вам человек больше говорит да, да, он с вами соглашается, прям не бойтесь задать этот вопрос. Я правильно поняла, что ты в принципе принимаешь моё приглашение, когда? Прямо вот проговаривайте, когда ты возьмёшь папку или когда ты наберёшь заказ или что ты готов сейчас взять. Пройдите бесплатную регистрацию прям тут же навстречу, не отходя от кассы. Но не всегда вам человек скажет, да, я готов. Кто-то скажет, слушай, мне надо подумать. Я чаще даже на первой встрече, ну вот на повторной, именно на переговорах говорю, слушай, я понимаю, что для того, чтобы тебе ответить, тебе нужно принять решение. То есть тебе с этой мыслью надо переспать. Давай с тобой сразу определимся, когда мы с тобой повторно встретимся, чтобы я смогла ответить на ваши дополнительные вопросы и вы уже чётко, осознанно приняли решение. То есть смотрите, опять же конкретно, либо вы проходите бесплатную регистрацию, определяетесь с датой активации, либо вы назначаете повторную встречу, может быть, вы назначите повторную встречу с вашим наставником, чтобы человек более чётко поработал по возражениям и так далее. Но в любом случае исход, он всегда положительный. И самое главное, чётко держать свою основную цель, не бояться задавать конкретных вопросов, и тогда 100%, вернее, не 100%, а тогда эффективность от проведения ваших встреч, она заметно-заметно возрастёт. Ну вот, уложилась я ровно в час, это здорово. Какие у вас есть вопросы? Если вам, в принципе, будет всё понятно, тоже пишите обратную связь, потому что обратная связь для меня всегда очень важна. На таких вебинарах я сама тоже заряжаюсь положительной энергией, наполняюсь и готова ещё к большим вершинам, больше давать вам полезного контента и вместе добиваться общей цели, вместе с компанией Армель. О, Екатерина, я поздравляю вас с боевым крещением. Вам представляю, как был полезен этот вебинар. Желаю, чтобы эта встреча прошла очень продуктивно, уверена, что всё пройдёт замечательно. Что бы вы ни говорили, если у вас будет положительный настрой, поверьте, всё равно проделанная работа не останется, не пройдёт даром. Благодарю вас за столь развернутую информацию. Всегда рада. Спасибо, что вы были вместе со мной. Спасибо за то, что писали в чате, что вы были открыты, честны. С вами было очень приятно провести это время. Вы лучшие. О, первый вебинар. Вообще супер, Денис, классно. Первый вебинар. Отличный старт на важную тему попали. Спасибо большое за такой крутой вебинар. Пожалуйста. Всё, друзья, до связи. В следующий вторник не забывайте, что в это же время, в 15 Москвы и 21 по Москве, вы можете уже приглашать кандидатов на презентацию бизнеса возможностям с компанией Армель. И, кстати, по-моему, вот вторник, который будет, одну из презентаций будет вести мой супруг Владимир Селезнёв. Это всегда от мужчины, о бизнесе слушать очень интересно. Поэтому приглашайте гостей. И до встречи. Всё. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok